Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты Первого Карагандинского канала Ягуль Нуржакин. Сегодня в программе. 15 дней в учебном центре СПАСК военнообязанных обучали боевой готовности. С чем имели дело во время учения более 50 человек, расскажет наш корреспондент. Казахстанский институт стандартизации и сертификации намерен повысить продуктивность отечественных производителей на мировом рынке. Мусульмане готовятся к празднованию Курбанайт. В этом году священный день попадает на 24 сентября. Обо всем по порядку. Развитие экспортного потенциала мяса крупного рогатого скота в Карагандинской области оставляет желать лучшего. Глава региона дал поручение чиновникам активнее участвовать в программе СБАГА. Со слов Акима области, тем, кто будет проявлять пассивность, субсидии выдаваться не будут. Если подходить творчески, то можно реализовывать различные проекты. Все условия для этого имеются. Всего с начала реализации государственной программы хозяйствами области закуплено свыше 25 тысяч голов маточного поголовья и племенных быков. В нашей области есть 42 миллиона гектаров сельхозпригодных земель, однако активно используются только 10% этой площади. Несмотря на возведение шести откормочных площадок, рост поголовья снизил темпы. В этом году область дала позиции лидера по данному показателю. Низкие темпы ниже областного показателя ведется работа по данному направлению в Абайском районе, Жанаркинском, Бухаржауском, Каркаралинском, Асакарском районах. Глава региона Нурмухамбет Абдебеков призвал чиновников и представителей сельского хозяйства быть активнее. Со слов первого руководителя области, все условия для увеличения экспортного потенциала у нас есть. Просто сельчанам и бизнесменам нужно научиться пользоваться ими. В управлении сельского хозяйства Акимом районов обеспечить выполнение планов показателей данного проекта, усилить работу по поиску и продвижению якорных инвестиционных проектов в рамках развития экспортного потенциала мяса крупного рогатого скота в каждом сельском округе. Сейчас для улучшения экспортного потенциала в нашем регионе запланировано создание сети фермерских хозяйств. Специально для этого будет куплено около 20 тысяч голов крупного рогатого скота. Нужно отметить, в текущем году область обеспечивает заготовку мяса на экспорт в объеме 400 тонн. Аймамлина Улжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. 15 дней в учебном центре Спаск военнообязанных обучали боевой готовности. Теперь солдаты Запаса знакомы с боевой, строевой, государственно-правовой и даже огневой техникой. С чем еще имели дело во время учений более 50 человек, расскажет наш корреспондент. Юрист Роман Рубцов, ефрейтор Запаса. Мужчина уже привык к военной жизни и легко справляется со всеми боевыми трудностями. Роман считает, что каждый мужчина обязан знать, что такое боевая готовность. Каждый военнообязанный военнослужащий Запаса должен пройти такого характера сбора, чтобы быть всегда в боевой готовности в любой момент, чтобы смогли встать на защиту нашей Родины. Мероприятие проводится впервые за все время существования военной полиции. Теперь подобные тренировки намерены проводить через каждые три года. В учебном центре «Спаск» военнообязанные от 25 и до 40 лет прожили 15 дней в самых настоящих походных условиях. Самостоятельно установлены и палатки, и даже печное отопление. Особое внимание за все время учений уделялось и физической нагрузке. Мужчин закаляли выносливости. Как и в школьных учреждениях, в учебном центре каждый день проходили занятия, где преподаватели читали лекции о всех тонкостях военного дела. Уже завтра солдаты «Запаса» завершат свои тренировки и отправятся домой. Амина Смакова, Жаслан Макулбеков, Александр Церекидзе, Первый Карагандинский. Казахстанский институт стандартизации и сертификации намерен повысить продуктивность отечественных производителей на мировом рынке. Эти и другие вопросы обсуждались на семинаре в Карагандинском экономическом университете. Далее в нашем следующем сюжете. По государственной программе технического регулирования в Казахстане обучено уже 1300 человек. Деятельность этих предпринимателей направлена на повышение качества продукции, пускающейся на предприятиях и для воспитания нового отношения к производству рядовых работников. Началась масштабная работа по повышению квалификации специалистов. Данный проект запущен в рамках государственной программы индустриального и национального развития. И предполагается, что будет обучено 1300 человек. Все нормативы и правила, представленные в Европейском Союзе, приняты уже 30 лет. А наша страна широко их начинает применять только сейчас. О новых стандартах и говорилось на семинаре. Техническое регулирование строится на новом подходе 1985 года. Оно начато в 2004 году с принятием закона о техническом регулировании. И, соответственно, через 6 лет было принято наднациональное регулирование в рамках таможенного союза. Сейчас, с 1 января 2015 года, вступил договор ЕС. И также все это регулируется. Участники обменялись опытом работы. Высказали свое мнение о внутренней стандартизации в Казахстане на основе принципа Европейского Союза. В итоге все это должно повлиять на повышение конкурентоспособности товара с казахстанским содержанием. В Караганде стартовал пятидневный обучающий семинар по повышению квалификации в области технического регулирования, метрологии и систем менеджмента. Хотелось бы выразить огромную благодарность организаторам данного семинара, потому что проведение таких семинаров очень полезно для молодых специалистов. Участвуем также в семинарах, которые предоставляют нам возможность Казахстанский институт метрологии, Казахстанский институт стандартизации. В Астане они нам присылают письма, и мы стараемся участвовать, потому что в любом случае это повышение квалификации. Семинар стартовал не только в Караганде, но по всему Казахстану. Он стал путеводителем для отечественных производителей. Гульза Ацахова, Александр Царикидзе, Первый Карагандинский. Вакцинация против инфекционных заболеваний – очень необходимое дело. Проводенная вакцинация сохраняет здоровье молодых, особенно детей. Очень важно помнить родителям, что необходимо проводить профилактические прививки. Бояться этого не нужно. А если даже в легкой форме заболевает, то осложнений, опасных для жизни, никогда не бывает. Строго обязательно проводить профилактические прививки, для того, чтобы не было проблем со здоровьем нашего начинающего жить поколений. Пройти обязательную, необходимую вакцинацию. Вопросов буду, не буду, не должно быть. Вот советская система вакцинации, мы же все выросли в этом, мы все получили прививки. Она самая действенная, самая результативная. И надо не бояться, и обязательно защитить детей. Вы не имеете права подвергать своих детей такой опасности. Верующие мусульмане готовятся к празднованию Курбанайт. В этом году священный день попадает на 24 сентября. По традиции, в эту дату для Курбана приносят в жертву скот и раздают нуждающимся. Праздник Курбанайт отмечают на 70-й день после окончания Великого поста у Роза. В эти дни мусульмане приносят в жертву домашних животных, накрывают большой дастархан и раздают мясо малоимущим. В праздник Курбанайт каждый верующий должен совершить обряд жертвоприношения. Если человек достаточно обеспечен, он может совершить жертвоприношение от имени каждого члена семьи. Жертвоприношение – это целый ритуал. Для него подойдет не вся скотина. Животному должно быть не меньше года, оно должно быть здоровым и без увечий. К тому же приносить жертву нужно только после утреннего айт-намаза. А приносить его жертву можно в специально предназначенных местах, таких как Алтен-Сайлау в Кокпик-Табукар-Жиравского района и для горожан и жителей Казбек-Бийского района в Арай-Кейзет. Разрешается приносить в жертву верблюдов, крупнорогатый скот, овец и коз. Другие виды животных не разрешается приносить в жертву. Овец и коз приносят в жертвы от имени одного человека, а крупнорогатый скот и верблюдов принимается от имени семи человек. В этом году священный праздник приходится на 24 сентября и продлится три дня. А в мечетях города будут накрыты столы и пройдут специальные мероприятия. Париза Убаева, Ужас Габбасов, Александр Цирекидзе, Первый Карагандинский. Также сегодня, 22 сентября, в 20 часов 30 минут на телеканале Первый Карагандинский в прямом эфире состоится встреча имамов областных и городских мечетей. По номеру 56 75 54 каждый сможет задать вопрос касательно празднования священного праздника Курбанайт. Звоните и задавайте интересующие вас вопросы. 11-летней Итиане Шингисхановой необходима помощь. Девочка страдает детским церебральным параличом. Итиане в этом году предстоит лечение в Китае, в городе Харбине. Необходимые процедуры уже оплачены, а вот выехать на лечение мама с дочкой не может. Не хватает средств. Подробнее в следующем сюжете. 10 лет Итиана борется со своим недугом. Девочка проходила лечение в России и Китае. Родители продали все, что можно. Каждая процедура стоит больших денег. В семье работает только папа. На последнюю операцию Итианы в феврале этого года ушло 2,5 миллиона тенге. Сейчас ей необходима реабилитация в городе Харбин. Там с ней будут заниматься специалисты, которые помогут разработать все ее суставы. Курс будет длиться 3 месяца. Сейчас мне осталось собрать 1,5 миллиона тенге. И сейчас то, что тенге ушел в плавание, да, люди немного, ну, тяжело, да, то есть идти со своей проблемой и объяснять, и на тебя смотрят. Я даже не знаю, как вам объяснить, потому что я понимаю все то, что происходит, да, но тем не менее нужно двигаться мне вперед. На данный момент состояние Итианы улучшилось благодаря операциям и всем пройденным процедурам. Девочка может держать спину с помощью матери подниматься и ходить. Итиана учится в пятом классе. Ей хорошо дается математика, русский язык и литература. Для тех, кто остался неравнодушным к проблеме этой семьи, на экране вы видите банковские реквизиты. Приветствуется любая помощь. 100 учеников высших и средних заведений облагородили территорию Центрального парка культуры и отдыха. Теперь гулять там еще приятней. В Караганде провели ежегодный молодежный турнир «Кубок чистоты» и акцию «Энергомарафон». За качеством уборки следил наш корреспондент Лариса Хусаинова. На прошедших выходных в Центральном парке было многолюдно. Можно было подумать, что проходит молодежный праздник. Тот человек вышли на уборку. Мероприятие провели в игровой форме. Центр по работе с молодежью города Караганде совместно с областным штабом молодежного парка культуры и подрядом Жаслэль при поддержке Акимата города Караганде проводит ежегодный молодежный турнир «Кубок чистоты» и «Синкейская лига». Это мероприятие мы проводим в четвертый год. Суть мероприятия состоит из трех конкурсов. Турнир состоял из трех этапов. Первый – это эковизитка. Ребята представили свои команды. Во втором туре надо было проявить свою эрудицию в сфере экологии. И третий – уборка территории парка. По итогам трех этапов жюри оценивали участников. Впервые в истории Караганды – это такой массовый субботник с раздельным сбором мусора. То есть мы будем собирать тот мусор, который можно будет перерабатывать. Это бумага, стекло, пластик, тетропакеты, полиэтиленовые пакеты, бутылки и так далее. И, соответственно, здесь будем оценивать количество принесенного мусора и его качество. То есть, насколько действительно студенты справились с заданием и поняли, какой мусор нужно собирать. Веселая музыка и хорошее настроение сопровождали ребят в течение всего субботника. Студенты считают, что такие мероприятия просто необходимы для города. Независимо от своего возраста и профессии, любой желающий может присоединиться к экологическому движению. Или просто участвовать в таких акциях и субботниках. Я представляю Карганзийский политехнический колледж. Мы уже участвовали второй раз и уже выигрывали призовые места. Я хочу сказать огромное спасибо организаторам этого праздника. То, что этот праздник делает наш город чище. В сквере Центрального парка теперь порядок и чистота. Студенты призывают жителей и гостей города сохранять ее постоянно. После уборки территории все поехали в Тимиртау на экскурсию на мусоросортировочный завод. Лариса Хусейнова, Исламбек Успан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Карагандинские школьники отпраздновали День языков в стиле Абая Кунанбаева. Ученики 39-й гимназии организовали праздничный концерт, читали произведения великого поэта и даже показывали сцены из его жизни. На мероприятие побывала Айма Мрина. Ученица 4-го класса Азирия Куаншпекова знакома с произведениями Абая Кунанбаева еще с раннего детства. О великом поэте девочки рассказывали родители. Придя в школу, она пополнила свои знания, ведь в 39-й гимназии предмет обоеведения изучают с первого класса. На этот концерт я приготовила стихотворение. Это произведение Абая Кунанбаева, одна из моих любимых. Мне нравится изучать жизнь и произведения великого поэта. Еще одна ученица гимназии Жансая Балтебаева готовилась к этому концерту около двух недель. Она сегодня играет роль Татьяны Лариной из поэмы Евгении Онегин. По словам семиклассницы, ее сердце переполняет гордость, ведь Абай Кунанбаев не только писал стихи, но и переводил шедевры иностранных классиков. Наши писатели очень хорошие. У них произведения очень-очень классные. Можно понять их слова все. Если почитать их несколько раз, а не один раз, тогда можно понять их душу. В стиле Абая Кунанбаева живет вся школа. Ученики, педагоги и сам директор с удовольствием читают его творения. Для него слова на задание Абая как настольная книга советов на каждый день. Ученики приходят позже. Нельзя говорить, чтобы человек или ученик, который изучает Абая, сразу же все это понял. Но со временем, с приходом понимания, с жизненным опытом, все это пересматривается. По словам работников гимназии, такие мероприятия у них проходят часто. В этом году весь учебный процесс связан со 170-летием великого поэта Абая Кунанбаева. Ученики и педагоги любят проводить совместные чтения его произведений. В его стихах и прозе лежит глубокий смысл. В Караганде прошел традиционный детский фестиваль. В слове «Мы – 100 тысяч я». Каждый человек должен знать обычаи и традиции своего народа. Корейские песни, танцы и традиционная кухня – именно так Ассоциация Корейцев Казахстана приближает маленьких детей к своей культуре. Карагандинский филиал Ассоциации Корейцев Казахстана совместно с Управлением образования Карагандинской области провели детский областной фестиваль под названием «В слове «Мы – 100 тысяч я». Он был организован в честь празднования 20-летия Ассамблей народа Казахстана и Дня языков в целях реализации республиканского культурно-просветительского проекта «Мэнбала». Мои детки ходят в Корейский центр уже не первый год. Уже пять лет мы участвуем в мероприятиях, которые посвящаются разным праздникам. Новый год, 1 мая – День единства народа в Казахстане. Они всегда участвуют в танцах, в песнях. Вожу их для того, чтобы они знали свои истоки корейские, как говорится, бабушки, дедушки у них корейцы, чтобы они знали историю, традиции. В фестивале приняли участие 60 школьников корейской национальности со 2 по 7 классы. Ребята приехали из городов Тимиртау, Шахтинг, Сарань, Абайского района и Караганды. Участники фестиваля выступили с презентациями на казахском, корейском, русском и английском языках. Также на мероприятии можно было наблюдать яркую концертную программу с красочными и зажигательными номерами, которую продемонстрировали звездочки Корейского центра. Это приобщение корейских наших детей, казахстанской культуре, корейской культуре. Научить их жить в мире согласия в нашем многонациональном обществе казахстанском. Готовить наше будущее поколение, прививать любовь к языкам. Мы говорим, что глава государства ставит вопрос сегодня, задачу о полиязычности. И вот это мероприятие, это приобщение дополнительно к корейскому языку, корейским традициям, чтобы дети лучше бы узнали. На протяжении всего фестиваля участники с азартом и задором принимали участие в играх и состязаниях. Силы для дальнейших побед добавил национальный фуршет. И, конечно же, домой дети отправились обогащенные знаниями и принесли подарки. Лариса Хусынова, Исламбек Успан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Дети – цветы жизни. Настоящим праздником красоты, школой хорошего вкуса, становится конкурс выставки цветов, приобщающий посетителей к искусству цветочной аранжировки. Так и наши карагандинские дети показали свое умение в области декоративного цветоводства. Подробнее в сюжете Дианы Рамазановой. Чтобы выставка прошла ярко и поучительно, организаторы провели большую подготовительную работу. Участниками конкурса стали как самые юные, так и взрослые. Станция юных натуралистов в этом году впервые открыла сезон проведения конкурс-выставок с аналогичной тематикой. Со слов организаторов, такие мероприятия развивают не только декоративное цветоводство, но и творческую инициативу у детей. Конкурс-выставка «Мир», который я создаю для детей именно в пришкольных, загородных лагерях, это было в летнее время. Конкурс проводится с 28 июля, и он у нас закончился 15 августа. Сейчас у нас будут подведены итоги. Для участия в конкурсе юные дарования подошли с особой ответственностью. Самые оригинальные экспонаты, оформленные яркими цветочными красками, порадовали глаз жюри и публики. Участники выставки под девизом «Мир, который я создаю», окунули посетителей в осеннюю сказку и подарили незабываемые впечатления. Мне нравится этот конкурс, и в нем очень много узнается о растениях, лечебных или декоративных. Победителей конкурса наградили почетными дипломами, бурными аплодисментами и бесценным опытом. Детям по нраву подобные мероприятия, и участвовать в них они согласны ежегодно. Диана Рамазанова, Исламбек Оспан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Конкурс творческих эссе собрал всех школьников и студентов города в одно крыло. В стенах Карагандинского государственного технического университета был отбор лучшего сочинения, посвященный 70-летней годовщине Дня Победы. Кто стал лучшим и кому достался главный приз, решили узнать и наши журналисты. Школьники, студенты средних и высших учебных заведений пытались выразить любовь и благодарность ветеранам с помощью своих сочинений. По итогам конкурса обладательницей первого места среди студентов стала студентка третьего курса колледжа «Балашак» на зерке Кызбала. Выгрушную работу она написала за полтора часа, вложив туда всю душу и признательность ветеранам. Это огромная честь принять участие в таком конкурсе, огромная честь жить в такой стране, что мы победили. Я очень горжусь своими ветеранами, что они защитили наш народ, что мы живем сейчас в таком независимом государстве. Это благодаря им, спасибо им. Конкурс мне очень понравился, я писала с удовольствием. Не остались в стороне в этот день и школьники. Самой лучшей среди учащихся стала работа Айзады Кисенхан. Ученица девятого класса, сто тридцать седьмой школы, готовилась к этому конкурсу тщательно и чувствовала особую ответственность. Эссе стихотворением собственного сочинения о победе привела ее к выигрышу. Написание этого произведения мне пришлось нелегко, так как великая победа в сердце каждого из нас. И будет она там вечно. Победа – это богатство, которое досталось бесценным трудом и потом наших дедов. Поданное сочинение оценивала специально организованная комиссия по трем группам. В первой группе смотрели работы школьников, во второй – произведения студентов колледжей, а в третьей группе оценивались работы учащихся высших учебных заведений. Конкурс, организованный Центром по работе с молодежью при поддержке городского акимата, уже третий год вызывают у молодежи настоящее чувство гордости за своих ветеранов. А это и есть патриотическое воспитание. Стоит отметить, по решению комиссии определены эссе для публикаций в печатных изданиях города и области. Фариза Албаева, Лжас Габасов, Александр Царикидзе, Первый Карагандинский. Карагандинцев агитирует голосовать за Геннадия Головкина даже по WhatsApp. В социальных сетях появились записи с просьбой сделать репост ссылки в интернете, по которым можно отдать свой голос за 3G-чемпионом. По результатам вчерашнего мониторинга, Головкин вышел в лидеры за звание лучшего боксера мира по версии The Ring. В социальных сетях не так давно появились сообщения с просьбой проголосовать за Геннадия Головкина. Текст смс примерно такой. Если вы уважаете Геннадия и цените то, что он делает, не пропускайте мимо это сообщение. Давайте проголосуем за него вместе. Далее в тексте идут ссылки на сайт, с которого можно отдать свой голос. Такую акцию поддержки, судя по рассылке, придумали Федерации бокса. Так они решили поддержать нашего спортсмена во всемирном рейтинге. Напомним, казахстанец пока обходит таких боксеров, как Мэнни Пакьяу, Владимир Кличко, Сергей Ковалев. За Головкина уже отдано более 66 тысяч голосов. Это более 70%. Следом за ним идет Роман Гонсалес. Остальные боксеры, как Мэнни Пакьяу, Владимир Кличко и Сергей Ковалев, делят между собой по 1-2% голосов. Свой следующий бой 3G проведет 17 октября в Нью-Йорке. Его соперником будет чемпион IBF в среднем весе канадец Давид Лемье. На профессиональном ринге Головкин выиграл 33 боя из 33. Из них 30 завершились нокаунтом. Кроме того, Казахстанец одержал 20 досрочных побед подряд. Если наши все спортсмены, наша вся республика все поддерживает голосование, проголосую за него, у него рейтинг поднимется. Гена вот с такими соперниками, я его просто знаю, очень хорошо. Он грамотно работает. Очень хороший, сильный спортсмен. Я его бои смотрел. В завершении выпуска еще об одном. В дни празднования священного мусульманского праздника Курбанайт 24, 25 и 26 сентября определены места забоя скота. Это ТО «Арайки-З», что находится по улице Гоголя, 23, 2 и областной оптовый коммунальный рынок Алтын-Сайлау в селе Купикты, улица Заречная, 1. До рынка Алтын-Сайлау курсирует автобусный маршрут номер 71 от автостанции Майкудука. Во всех специализированных пунктах созданы условия по убою животных и первичные обработки мяса, отвечающие ветеринарно-санитарным нормам и требованиям с проведением ветеринарно-санитарной экспертизы. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо, что были с нами. Увидимся в эфире. Редактор субтитров А.Семкин